Евгений Киселёв Ютуб-канала «Форума Свободной России». Добрый день, уважаемые зрители канала «Форума Свободной России». В Киеве, Москве, Петербурге, Вильнюсе, 19 часов. И сегодня у нас очередной выпуск программы, гостем которой является легенда российской и украинской журналистики Евгений Алексеевич Киселёв. Добрый день, Евгений Алексеевич. Здравствуйте, спасибо большое. Когда вы меня или кто-то ещё называют легендой, сразу хочется лечь в мавзолею. Нет, подождите. Бывают живые легенды. И бывают живее всех живых. Разные бывают. Но прежде чем начать нашу беседу, я хотел бы сказать нашим зрителям, что, во-первых, ставьте лайки, распространяйте это видео, потому что любое вот такое действие, самое маленькое, самое минимальное, это вклад в борьбу с путинской пропагандой, а значит с путинским фашизмом. И это значит, что вы участвуете в том благородном деле, на переднем крае, в котором сегодня находится украинская армия, украинский народ. Но ещё хочу сказать, что сегодня у нас необычный эфир, потому что он не первый. Сегодня в 14 часов мы уже встречались с Евгением Алексеевичем в программе «Замечательный Татьяна Фельгенгауэр» на канале Александра Плющева и обсуждали ключевые события недели. Поэтому, если у вас будет желание и возможность, пожалуйста, посмотрите эту программу, потому что многие вопросы, которые мы обсуждали там, я не буду второй раз затрагивать, из уважения к тем, кто смотрит и второй тайм. Итак, Евгений Алексеевич, если позволите, я начну с того, что мы обсуждали у Татьяны Фельгенгауэру. Главным ключевым событием недели вы посчитали третью за последние дни атаку дронами Москва-Сити. Вот с вашей точки зрения, вот эта азбука Морзе в виде дронов, которые Украина посылает в Москву-Сити, что означает? Расшифруйте, пожалуйста. Нет, ну вы понимаете, когда была первая атака дронов, вы же помните, сначала они прилетели куда-то на аэродром, где садятся стратегические бомбардировщики. И это представлялось вот каким-то таким отчаянным поступком, отчаянным шагом вооруженных сил Украины. И, возможно, многие люди выдумывали себе, как вот украинские инженеры, умельцы, кудесники нашли вот этот один единственный уцелевший экземпляр какого-то советского самолета, разрабатывавшегося как разведчик еще в далекие 70-е или 80-е годы, привели его в рабочее состояние, снарядили зарядом большой мощности и отправили его вот в это далекое путешествие. Такое разное действие. Ну да, и фантазия, разные картины могла тогда рисовать, но потом это повторилось еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Потом мы узнали о том, что в Украине просто бум сейчас дроностроительство, что есть уже много компаний, которые занимаются изготовлением дронов украинского производства. Ну, вообще это война дронов, да? Во многом, да. Сначала все увлекались байрактарами, потом выяснилось, что байрактары при всем их совершенстве имеют множество уязвимых мест. А сейчас вот люди, которые возвращаются с фронта в Украине, рассказывают, что сейчас вообще невозможно представить себе, что называется, грамотного бойца, у которого не было бы в рюкзаке... Под рукой своего дрона. ...своего маленького дрона. Маленькие дроны, использующиеся для локальной разведки, они вошли просто в жизнь рядовых бойцов ВСУ. И каких там только дронов нет. Но надо отдать должное, что, говорят, и российская армия в этом смысле не стоит на месте. Да, сегодня об этом было сообщение. Помимо Ирана... Усовершенствуют шахеды. Помимо Ирана они разрабатывают там и другие варианты дронов. Это война дронов, и это война разных способов радиоэлектронной борьбы. В том числе, знаете, я видел, может быть, и многие другие видели этот ролик, где просто показано, как двое военнослужащих ВСУ сажают вражеский дрон. Наводят на него какую-то такую штуковину, похожую на охотничье ружье. Но на самом деле это не охотничье ружье, это какой-то тоже прибор радиоэлектронной борьбы. И этот дрон вдруг послушно прямо в руки к ним прилетает. 21 век. Но, понимаете, главное это что? То, что сейчас стало понятно, что война, которую начал Путин, пришла к нему домой. Вот это я хочу сказать для людей, которые не очень хорошо представляют себе просто московскую географию. Да, это надо, наверное, сказать, действительно. Дрон, когда прилетает туда, в Хамеровский центр, так называемый, ну, центр международной торговли на Красной Пресне, это в каких-нибудь там двухстах, трехстах, четырехстах метрах от резиденции российского правительства. Белый дом на Краснопресненской набережной, ну, сколько там ехать там. То есть в опричные дворы прилетают прямо? Да, а по прямой до Кремля там тоже, я не знаю, километр, два, три. Это самый-самый центр Москвы. Поэтому, когда Министерство обороны говорит, что в районе Московской области замечен дрон, который был затем то ли сбит, то ли сам упал, то ли еще что-то с ним случилось на Краснопресненской набережной, это, ребята, в самом центре Москвы. И дальше будет хуже, дальше будет больше. Что должны считать вот эти самые, вот эта вот опора режима, да, бюрократия, опричнина, элитка, можно ее назвать, послание им? Ну, понимаете, я уже об этом говорил, наверное, вынужден буду повториться. И всех, кто сочувствует Украине, призываю не поддаваться на разного рода кремлевские, прокремлевские нарративы, про то, что вот там в бессильной злобе киевский режим пытается поцарапать нам своими жалкими беспилотниками наши московские окна. Нет, на самом деле запускают украинцы эти дроны не для того, чтобы поцарапать московские окна, и даже не для того, чтобы повредить там 30 квадратных метров остекления одного из павильонов так называемого Хамеровского центра, вот этого центра международной торговли на Красной Пресне. Нет. Наличие дронов в небе над Москвой, это существенный удар по воздушному транспорту в районе столицы, это отмена рейсов, это введение плана закрытия неба, так называемого плана ковер, когда закрывается либо один из московских аэропортов, а на сей раз все московские аэропорты на несколько часов прекратили работу. Какие-то компании перестают вообще летать в Москву, вот туркестанская, туркменская компания, Turkmenian Airlines, сказала, что мы теперь летаем не Ашхабад, Москва, а Ашхабад, Казань и обратно. И это только начало, и это только начало, а в связи с тем, что потом была еще одна тревога, когда были замечены еще несколько беспилотников на полете к Москве, была эвакуация двух тысяч человек, по-моему, из комплекса зданий уже в Москву-сити, ну и, наверное, я так понимаю, что люди по-разному могли среагировать. Вот кто-то вспоминал в связи с этими событиями сегодня, что да, конечно, люди очень часто в России и в Москве прежде всего ведут себя не всегда адекватно. Вспоминали 91-й год, вот сейчас, кстати, будет буквально годовщина, завтра-завтра 32-я годовщина провалившегося Путча, и вот кто-то вспоминает, что приезжаю я на работу в Гостелерадио на Пятницкую 25, вот здание это многие знают, часть Гостелерадио Востанкино, а часть Гостелерадио, прежде всего и навещание, находилась на Пятницкой 25, а там какие-то веселые люди стоят, говорят, а у нас сегодня Путч, у нас с работы раньше отпустили, для кого-то сокращенный рабочий день. И вполне вероятно, что из тех двух тысяч человек, которых эвакуировали из Москву-Сити, было некоторое количество людей, которые страшно радовались тому, что у них сокращенный рабочий день. Но все равно какой-то процент задумался, что ребята, в один прекрасный день может очень большой дрон влететь в окно, так как это было в башнях Всемирного торгового центра, и что тогда? Соответственно, послание заключается в том, что вы вот это самое элита или опора путинского режима отвернулась от войны, и стала или саботировать, или что ждет Украина, какие действия от этих людей, которые задумались и стали противниками вины, не из каких-то там идей. Украины укрепляются в тех мыслях, которые они сейчас в разговорах про меж собой давно уже озвучивают. Помните разговор Пригожина, того, который продюсер, который с Валерией, со своим азербайджанским другом Фаридом, или Фархадом, забыл, Фархад Ахмедов, по-моему, где они в последних непечатных выражениях склоняли Путина, и так, и эдак. Я думаю, что эти разговоры сейчас стали общим местом. Послушайте, ну они строили, действительно, они строили счастливую жизнь, когда деньги они зарабатывали праведными и неправедными способами в России, а тратили их за границей. Покупали там дома, виллы, яхты, отдавали детей в престижные школы, а потом в престижные университеты, устраивали их там на работу. Жены и любовницы у них там тоже обосновались, пустили корни. Да, а теперь все это пошло псу под хвост, понимаете ли? Ну и понятно, кто виноват, соответственно. И понятно, кто виноват. А в чем тогда план Путина? Есть ли у него какая-то опора? На что он-то рассчитывает в такой ситуации, если действительно элита начинает отворачиваться от него? Ну, слушайте, мы знаем из примера, из истории, когда диктаторы расправлялись с отворачивающейся элитой. Ну, не один даже. Таких примеров много было, когда... Ну, чтобы расправиться с частью элиты, нужна другая часть, верная. То есть, это силовики, они по-прежнему являются опорой. Ведь они на самом деле тоже... Могут быть силовики, а могут быть какие-нибудь там молодые волки, хунвейбины по-русски, да? Помните, как в Китае Мао решил почистить... Да, да, хунвейбины, которые чистили старую гвардию. Старая гвардия. Огонь по штабам, совершенно. Огонь по штабам, старая гвардия разжирела, обрюзгла, устроилась поудобнее в мягких креслах. Нужно было... Ну, ну, ситуацию... Такие губины были, конечно, в других условиях, типа наши всякие, идущие вместе и так далее. Но вот где они были 24 июня, когда Пригожин объявил о том, что идет на Москву, что-то незаметно было их. Это правда. Вот понимаете, когда военные подняли мятеж против Эрдогана, сторонники Эрдогана вышли на улицу и буквально ложились под танки. И помешали, как утверждают очевидцы, путь чистым, быстро захватить ключевые перекрестки, ключевые высоты в городе. А здесь не было этого. А здесь не было этого. Ну, правда, все ушли на фронт, тройком закрыт. Это тоже... Ну, есть партия «Единая Россия» с многомиллионной армией. Я вас умоляю, я вас умоляю. Ну вот, кажется, что в какую-то... Что в роковую минуту или, не знаю, в какую-то минуту некому будет защищать, казалось бы, всесильного диктатора. Получается, что 24 июня обнажило процесс... Не только 24, а кто вышел на улицу протестовать против решения Международного уголовного суда, выписать ордер на арест Путина? Ну, это хотя бы было в ГААГе. Все-таки. Ну, хотя бы. Все равно, но все равно. Послушайте, в былые времена, знаете ли, организовали бы митинг. Даже сторонники Путина. Руки прочь от президента России. А тут как-то... Мы такое ощущение, что они просто, может быть, хотели, чтобы вообще никто не заметил этого решения Международного уголовного суда. Ну, может быть. Может быть, это... Настолько оно для них болезненно? Ну, это уже, по-моему, очевидно. Нет, я понимаю, что Путин, наверное, рассчитывает на то, что его вот этот вот глубинный народ поддержит. И действительно, я часто над этим в прошлом размышлял, разговаривал со своими друзьями, знакомыми, единомышленниками. И мы часто приходили к выводу, что, увы, сила Путина в значительной мере заключается в том, что он вот такой же во многом, как этот самый глубинный народ. Ну, да, пожалуй. Вот он в некотором смысле концентрированное выражение российского обывателя. Но при этом российский обыватель, такое ощущение, что войну хочет наблюдать по телевизору, прежде всего. И никак не хочет в ней участвовать. Так, а Путин должен... Не лежи, я согласен, да, что же висит над картами. Слушайте, ну, в конце концов, там, посмотрите, Зеленский, который регулярно ездит на фронт, встречается там. Понятно, что он не на передовой передовой, да? Но видно, что это не постановка, что он где-то в блиндаже, что он ходит по окопам, что он встречается с солдатами и офицерами, которые, быть может, только-только вернулись передовой. Я даже не знаю, как вспомнить никакого момента, что он был когда-нибудь актором активной политики. Он мог быть опорой какой-то, да, то есть основанием для рейтинга, для того, чтобы элиты подчинялись, потому что диктатор популярен. Но если мы говорим об акторах, то получается, что, с одной стороны, есть протестанты, которые считают Путина преступником. С другой стороны, есть ультрафашисты, чьи лидер посажен в тюрьму, и они считают Путина лузером. Ну, или, по крайней мере, недостаточно фашистов. Вы имеете в виду убережья? Да, конечно. Но, значит, актором является элитка. Вот это самое. Получается, на кого там он может опереться, если действительно для многих он обнулил их, собственно, смысл жизни, связанный с будущим детей и внуков, значит, для других он просто обнулил бизнес. Кто будет те люди, которые будут Путина защищать? Вот что я не могу понять. И при этом все-таки, вот одновременно с этим, мы видим арест сегодня Григория Меликальянца, который никогда не позиционировался как противник режима, хотя понятно, что любой честный человек, он просто оприорил для живого режима противник. И получается, что, с одной стороны, репрессии продолжаются и касаются уже людей, мягко говоря, но не сильно опасных для режима, а с другой стороны, вроде, нет бенефициаров от того, что происходит, кроме Путина, ну и тех, кто непосредственно зарабатывает на войне. Вот я не могу понять, все-таки, есть ли это... Знаете, мне трудно об этом судить. Грешин давно не был в России, может быть, каких-то вещей не чувствую. Но смотрите, попробуем провести, может быть, какие-то исторические параллели, которые, понятное дело, часто бывают очень условными, хромают и не выдерживают придирчивой критики профессионального ученого-историка. Но, тем не менее, Сталин же в начале 30-х годов начал чистку партии, начал отодвигать сначала от власти, потом сажать, а потом просто физически уничтожать поколение большевиков, которые совершили за 20 лет до этого, в 17-м году, революцию, которые помогли Ленину и его ближайшему окружению взять власть в свои руки. А кто пришел на место? А пришли вот эти самые серые, пришли люди, которые ничего из себя не представляли уже даже в начале 20-х годов. Пришло вот это поколение выпускников Института Красной Профессуры, условно. Ленинский призыв, так называемый. Да, Ленинский призыв. Те, кто пришел после смерти Ленина, те, кто к революции имел никакого отношения. Пришли люди, для которых... Партия была карьерой. Троцкий был интеллектуал, блестящий образованный человек, великолепный оратор, прекрасная публичности. У меня дипломная работа в университете, как раз по троцкийской оппозиции. Смотрите, там Каменев. Ну там, да, и Зиновьев. Зиновьев, Бухарин, Рыков. Многие из них блестяще образованные или самообразованные люди, яркие ораторы, эрудиты. А дальше вот пришло поколение вот этих серых, для которых там молотов с его каменной задницей был высшим пилотажем интеллекта. Вот может быть, сейчас тоже какое-то такое поколение российских бюрократов на подходе, тех, которые потенциально могут стать бенефициарами вот этой вот войны на истощение. То есть, вы думаете, план Путина именно в войне на истощение? То есть, он рассчитывает именно на это? У него, ну вот, то есть, таким... То есть, война как... Бесконечная война, как источник его бесконечной власти? Как новая норма жизни, как новая нормальность российского существования. Смотрите, ведь он создает мобилизационную экономику. Все инвестиции идут, прежде всего, в военную промышленность. Там рост заработных плат, там рост производства, которые даже отражаются на общем росте ВВП. Оттуда же идут и экономические проблемы, с которыми сталкивается страна. Но если страна сталкивается с экономическими проблемами, тем хуже для страны. Если рубль дешевеет, и от этого покупательная способность каждого отдельного российского обитателя, гражданина или просто обывателя, падает в соответствии с удешевлением рубля, тем хуже для российского обывателя. А есть люди, которые занимаются распределением пособий. Путин сказал, что мы сделаем так, что у каждого участника специальной военной операции, так называемой, будет чуть ли не персональный куратор. Это же десятки тысяч новых рабочих мест для этой бюрократии, обслуживающей. Репрессивные машины. И бюрократии просто. Ну да. А потом новые порядки, новые репрессии. должны сидеть люди, которые будут приглядывать, образно говоря, за каждым компьютером. Большие братья такие коллективные, которые будут следить за тем, чтобы мониторить соцсети, следить, кто там чего пишет, а кто там думает. В наше время, вы задумаетесь, возможности цифровизации связи, коммуникации, нашей общественной жизни, нашей личной жизни, позволяет теоретически записывать все. Вот на серверы каких-нибудь спецслужб, ничего невозможно скрыть. Записывается буквально там все разговоры в мире, но их же кто-то физически должен прослушать, расшифровать, положить на бумагу и оформить в виде рапорта начальству. Представляете, какие возможности открываются для вот этого репрессивного государства, которое проводит политику тотрального контроля за умами, за высказываниями. И ведущие при этом бесконечную войну, то есть вечный внешний враг. Вечный внешний враг. Теперь будем дружить с африканскими государствами. Расширяется возможность для дипломатических карьер в странах глобального юга. Или, во всяком случае, в той части глобального юга, которая либо вынуждена, либо добровольно предпочитает идти в формат, африкваторе российского внешнеполитического курса. Ну, какое-то количество уже африканских лидеров приехали на этот пресловутый саммит. Не так много, как за 4 года до этого в Сочи, но, тем не менее, полтора десятка президентов там было. Найдутся проходимцы, которые, так сказать, их немало во главе государства на планете Земля. Ну, и вот вместо какого-нибудь посольства в европейской стране, где раньше было несколько десятков ставок советников, секретарей, первых, вторых, третьих, референтов и атташе, появится такой же аппарат в какой-нибудь Центральной Африканской Республике. А есть еще возможность послужить Родине в составе каких-нибудь частных военных корпораций, не только же Пригожинской. Да, перспективы открываются прям захватывающий дух. Но это крайне печальный сценарий, вы обрисовали, Евгений Алексеевич, но получается, что и для Украины тогда это бесконечная рана. То есть, рядом, без сосед, который в любой момент не то, что он не оставляет в покое. Пока что мы говорим о тех планах, которые могут быть в голове у Пути. Да, согласен. Я почему-то хочу перейти, я думаю, что не только мы с вами понимаем вот эту опасность. Конечно, я понимаю только руководство Украины, но руководство Украины ведет себя, как мне кажется, адекватно вызовам и опасностям и, в общем-то, говорит об этом на каждом шагу, что это крайне опасный сценарий, причем не только... Ну, во всяком случае, тема долгого существования в условиях военного положения сейчас становится одной из тем общественной дискуссии в Украине. Кстати, я должен сказать, что вот в средствах массовой информации на Западе, я не говорю о российских пропагандистских СМИ, нет, на Западе сейчас появляются публикации, в которых, мне кажется, немножечко смещены акценты, что я имею в виду. Да, безусловно, военное время, военное положение, определенные ограничения на работу средства массовой информации в Украине, можно даже сказать, там, частичная военная цензура, но при этом существуют дискуссионные площадки, никто не закрыл и не ограничил работу соцсетей. Ну да, все, я скажу, разницы, люди продолжают вести блогинг в Фейсбуке, множество телеграм-каналов, чисто украинских, множество площадок в Ютьюбе, чисто украинских, есть неформальные объединения, площадки, где встречаются просто люди и ведут какие-то дискуссии, обсуждают появляющиеся или накопившиеся в обществе проблемы. В некотором смысле политическая жизнь в Украине, не все со мной согласятся, есть люди, которые считают, что нет никакой политической жизни в Украине. на мой взгляд, политическая жизнь в Украине потихонечку оживает, в этом есть и позитивные и негативные стороны, потому что как только политическая жизнь начинает оживляться, так сразу появляются проекты проведения выборов, начинается разговор, ну а как же мы будем без президентских выборов еще год, два, три, пять, десять, это хорошо ли для нашей демократии или плохо? У меня нет, кстати, ответа на этот вопрос. Но вопросы эти задаются, даже я это вижу, как зрители. Вопросы эти задаются, говорят о том, что не было бы войны, были бы уже этой осенью в октябре месяце, в последнее воскресенье, октября должны были пройти парламентские выборы, а весной следующего года президентские. Понятно, что парламентских выборов точно не будет в срок, вполне возможно, что не будет и президентских, хотя, чем черт не шутит, не знаю. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события, все-таки, если будут какие-то позитивные перемены, существенные, такие, радикальные, то может быть и будет возможность такая. может быть, вы знаете, я не исключаю того, что западные лидеры, которых часто упрекают в том, что они недостаточно активно помогают Украине, затягивают сроки поставки тех или иных систем вооружения, боевой техники, боеприпасов и так далее. Это общее место и главный упрек. Главный упрек. Но, быть может, они просто приняли этот курс, этот вызов Путина. Быть может, они рассуждают примерно так. Ну, хорошо, вот сейчас мы дадим Украине все, что ей нужно. Она сейчас проведет быстрое, стремительное наступление, прорвет фронт там где-то на южном направлении. Быть может, выйдут украинские войска к побережью Азовского моря, перережут этот пресловутый сухопутный что все ждали. Дор, да, но едва ли у них хватит сил освободить все оккупированные территории. Значит, это будет разгромное поражение сегодня, но завтра Путин перегруппируется и попытается пойти в контратаку, в контрнаступление и это будет новый виток конфликта. Может быть, они цинично, политика делала циничное, может быть, они цинично пытаются вот, знаете, эту войну сознательно затянуть для того, чтобы Путин, путинская Россия, путинский режим, путинская армия медленно умирали, как та лягушка, которую варят на медленном медленном огне. Или как индюк, который думает, что купается, пока вода не закипела. Да, 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 или там тактика, как это называется, тысячи мелких порезов. То есть, удушить, вот именно в такой затяжной войне и стащить, но, опять же, это, конечно, то, что это цинично, вы уже сказали, и за это платят крови украинцы. безусловно. Для меня, например, как для человека, это совершенно неприемлемая политика, но мне кажется, она и с прагматичной точки зрения не очень правильная, потому что вы сами только что обрисовали сценарий, при котором у Путина появятся дополнительные ресурсы. грубо говоря, скажем так, вот что-что, а орудия убийств путинская Россия делать способны. Вот мы тоже затронули тему, что модернизируются шахеды, уже детей заставляют, чуть ли не главная профессия, становится подготовка операторов дронов. То есть, вот как раз в этом, в этом как раз в преступном своем поведении это путинский режим на самом деле достаточно способный. Неправильно было бы вот все-таки решить проблему, которую тоже давно уже обсуждается, проблему F-16. Что вы думаете, почему эта проблема не решается? Тоже исходя из тактики удушения? Не знаю. Ну, послушайте, я, например, не готов всерьез обсуждать вопрос о том, а насколько длительным и сложным является процесс переподготовки военных летчиков для того, чтобы они вполне владели вот этой неизвестной им доказали военной техникой вот этими летательными аппаратами, истребителями четвертого поколения американского производства. Я помню свои разговоры, у меня были знакомые летчики, которые переучивались пассажирских самолетов советского производства на Боинге и аэробусы и говорили, ну, слушайте, это небо и земля, это все равно, что после Запорожца пересесть на Мерседес, но при этом, я помню, они говорили, что, в общем, это не, что называется, не Бенон Ньютона, это... Если ты уже водитель, то... Да, осваиваешь очень быстро. Понятное дело, что военный самолет гораздо сложнее, там другие скорости, другие облетать, нужно уметь исполнять фигуры высшего пилотажа, при этом применять те или иные виды бортового вооружения, потом сейчас вот новая тема появилась, что, оказывается, прежде чем приступить к подготовке или, скажем так, к переподготовке украинских военных летчиков обучениях вождения F-16, они должны в достаточной мере овладеть английским языком. Новая тема, кстати. Кто-то по этому поводу иронизирует, говоря, что, послушайте, вообще этих людей отбирали с учетом знания владения английским языком, дальше наступает встречный аргумент, нет, вот они должны очень хорошо владеть языком, потому что там много технической документации, которую они должны освоить. Ну, откровенно говоря, я видел, как у тех же самых летчиков, которые летали на прежде неизвестных боингах и аэробусах, у них там действительно вот такой вот талмуд где-то лежал. Это вот что нужно знать бок на зубок. Где описаны подробные инструкции, как работает какой прибор, тумблер, рычаг, что означает какая-нибудь загоревшаяся лампочка. Я не думаю, что эти ребята, пересевшие за руль современных авиалайнеров, могли все это бегло читать. И тем не менее авиационные компании им доверяли управление самолетами, на борту которых находились сотни пассажиров. Значит, это можно сделать. И можно сделать довольно быстро. Ощущение, что все-таки ищут на Западе тех или иных поводов, предлогов, причин, чтобы максимально затянуть передачу боевых самолетов Украине. Ну, остается только расстраиваться по этому поводу и во всяком случае попытаться все-таки убедить западные элиты, что в другую интересах скорейший разгром другой стороны в конце концов есть замены. Потому что для чего самолеты? Для того, чтобы поддерживать наземные войска с воздуха, теоретически, компенсировать недостаток авиации можно наличием дальнобойной артиллерии, ствольной реактивной артиллерии вот этих ракетных систем залпового огня типа Хаймерсов и Градов и аналогичных систем производства других стран, в конце концов авиация используется для усиления ПВО, ну, дайте, не хотите давать самолеты, дайте больше патриотов. есть палеотивные решения, но об этом надо разговаривать уже с профессиональными военными экспертами. Я понимаю, что вы знаете, вот у меня такое ощущение, оно отчасти интуитивное, что все-таки они ждут 24-го года, окончания 24-го года. С точки зрения выборов где? С точки зрения выборов России, потому что на самом деле ведь выборы в России могут привести к определенным изменениям. Вот хотелось бы, что вы подробнее, что вы думаете по этому поводу. И выборов Америки, разумеется. Выборов Америки понятно, и с ними-то как раз, поскольку это прозрачно, все более-менее понятно. Короче, когда Байден или, допустим, Байден переизбирается на второй срок, и все. Дальше у него 4 года, в течение которых он работает на свою биографию, на историю, на память о себе. Как он войдет и чем он войдет в историю. Но это же не предопределенная история, неизвестно, кого выделут республиканцы. Не факт, что это будет Трамп. Если это будет представитель Рейгановской части республиканской партии, то Байден может и не выиграть выборы. Ну, может случиться всякое. Понятно, выборы в Соединенных Штатах тоже это будет. Не будем забывать, что там в принципе сейчас существует двухпартийный консенсус относительно Украины. Более того, мне приходилось слышать, что многие потенциальные соискатели президентского кресла от республиканской партии вполне могут использовать тактику критики Байдена и атак на Байдена за то, что он недостаточно помогает Украине. Посмотрим. Эти голоса звучат даже. Посмотрим. Но, если говорить о том, что будет в России, вроде бы, мы с вами понимаем, что... Мы не имеем в виду, что говорит Песков, что он думает, что будет. Что он будет ждать, что мир может ждать от выборов России. Во-первых, я думаю, что если в прошлый раз было 76,6% голосов подано... Сейчас уже объявлено, что там 90 с чем-то должно быть. Подумайте, еще 14% накинуть. Ну, тогда вот... Вы считаете, что это проходная история, от нее ждать ничего не нужно? Она ничто не может дать? Или все-таки это стресс для системы? Это стресс для системы. Почему? Потому что, во-первых, в обществе копится недовольство. Это работа на разрыв. Ну, как вот рисовать 90% Путину, когда очевидно, что от него отворачиваются значительные, важные, элитные группы. Ну, вот Абаз Галямов утверждает, что реальный рейтинг не превышает 30%, он говорил, по-моему. 30-40, да. Мы с ним буквально несколько дней назад тоже обсуждали это. Да, и у вас на канале программа была? Да, да, вот он 30-40%. Там 90-то нарисует, но вот он, он, кстати, высказал важную мысль, что ведь вот эти несуществующие голоса рисует не Эла Панфилова, заседающая в ЦИКе. Она грязную работу не делает. Грязную работу делает... какой-нибудь зам главного врача поликлиники, если избирательный участок разместился там. В соответствующем учреждении. В соответствующем учреждении. Там очень часто это бывает. Ну да, в Петербурге в основном школа мы понимаем, что это такое. В основном школа, да. Завучи, там, директор. Какой-нибудь завуч, да. А в этой школе, глядишь, там есть вчерашние выпускники, которые погибли на этой войне. Их матери и отцы, которые могут прийти и плюнуть в физиономию этой самой учительницы Завуча. Раньше этого не было, да. Таких рисков раньше не было. А сейчас они появились. Похожие настроения были в 11-м году, когда вот люди, многие отказывались от работы в комиссиях, потому что это была общественно осуждаемая история и все их считали фальсификаторами и недостойными людьми. Я имею в виду вот тогда болотные протесты. Ну, разумеется, разумеется. Это было первое испытание системы на разрыв, потому что тогда публика устала. И в значительной степени люди тогда были разочарованы возвращением Путина, потому что все-таки связывали какие-то надежды на перемены с тогдашним восприятием общественного Медведева, а потом вдруг выяснилось. Ведь люди страшно болезненно восприняли вот эту вот так называемую рокировочку. Да, это было действительно. Потому что в этом общество почувствовало какое-то невероятное к себе презрительное отношение. Именно презрение. Да, вот делаем, что хотим. Мы даже вас не спрашиваем. И мы вас даже не спрашиваем. Мы уже действительно все решили. Это действительно. Людей часто оскорбляют не какие-то материальные проблемы и отсутствие каких-то благ. Вот именно такое отношение, как это было, например, что в далеких нулевых годах с монетизацией льгот, когда пенсионеров возмущало не столько, что их монетизировали льготы, сколько, что их лишили. Таким вот, таким вот образом их не спросили. Их не спросили, да. Смотрите, тот же господин Галямов в разговоре со мной, я не помню, было это, что называется, на камеру или уже при выключенной камере справедливо напомнил, что Чаушеску был свергнут и казнен буквально через несколько месяцев после того, как он триумфально победил на очередных псевдовыборах. Да, да, нам короткий срок был совсем. Путин, я думаю, об этом знает. Ну, я думаю, что история диктаторов, он же вообще у нас историк известный. Ну, да. Потому что историю диктаторов он знает наверняка. Я думаю, что знает историю диктаторов. И вполне вероятно, он может размышлять на тему о том, а что если все-таки мне передать власть какому-нибудь надежному преемнику, особенно учитывая то, что сейчас выстроена, скажем так, многоэшелонная система юридической обороны против разного рода возможных последствий, президент у нас не подсуден, да и даже попытка объявить ему импичмент, она такая сложная, там везде стоят что называется предохранители в виде большинства в две трети, в три четверти. Да, 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 там сложная процедура. Включаясь региональные парламенты, что две трети региональных парламентов должны проголосовать, я не знаю, там тремя четвертями голосов. Мы участвовали в такой, я бы лучше участвовал в такой процедуре, когда касалось как раз конституции, которую принимали на пеньках, когда она уже была принята, проголосована везде. Понимаете, и Путин, я думаю, мысль такая ему может приходить в голову, черт возьми, а в конце концов... если он знает историю Чаушевского, историю Назарбаева, она еще ближе, ведь намного ближе. Там и столицу переименовали, а воно как вышло. Может быть, не переименовывали бы столицу, было бы легче. Мы можем... Пересолили, могли пересолить. Тем не менее, мне кажется, он настолько... Ну, в конце концов, послушайте... Сомневаюсь, что он пойдет на... Назарбаева свободы не лишили, в рубище его в кандалах босиком не отправили там по этапу куда-нибудь на какие-нибудь урановые рудники, да, старика, не тронули. Может быть, семейство его лишили контроля над какими-то крупными активами, может быть, лишили политических рычагов влияния на происходящие в стране процессы, но... Но жив-здоров. Жив-здоров и, я думаю, даже живет... Неплохо напитан, скорее всего. В хорошей резиденции какой-нибудь. Ну, где-нибудь в горах над Алма-Атой. Вот то, о чем вы сейчас говорите, Евгений Алексеевич, это тот сценарий возможный развития политических событий, который был бы наиболее благоприятным, если бы вот так произошло. Отстранение от власти, преемник начинает переговоры о мире. Ну, смотри, для кого благоприятно. Я бы, конечно, хотел, чтобы Путина свергли в результате жестокого военного кровавого переворота. Я вас прекрасно понимаю. И чтобы потом протащили его труп по Красной площади. Я тоже думаю, что это был бы правильный сценарий, сценарий, который предусматривает конкретные... Но для страны, для людей, конечно же, было бы лучше, если бы все это обошлось без крови и без насилия. Потому что одна кровь, мы же знаем с вами, как историки по образованию. Вы и по профессии работали учителем. Я только диплом историка получил. Мы сегодня с вами делились нашими историческими опытами. Наши зрители могут посмотреть это в той программе, о которой я рассказывал на канале Александра Плющева. Но фирма история – это моя самая большая любовь, это самое большое главное хобби в моей жизни. Все книги, которые... Почти все книги, которые стоят у меня на книжных полках, книги по истории. Я всегда говорю, что когда мне говорят, что «А кого вы в писателях читали?» Я уже давно художественную литературу не читаю. Я читаю в основном историческую документалистику, биографию, автобиографию, потому что реальная жизнь значительно интереснее придуманных писателями сюжетов. Очень хотелось бы развить эту тему, но вынужден свернуть на куда менее приятную. Не могу не спросить в окончании нашей беседы, тем более, что мы оба с вами историки и понимаем, насколько это важно. А вот или как я для себя называю учебник истории расизма, это идеологическое оружие? Что это такое? Или это просто очередной коммерческий проект, правда, касающийся миллионов учеников, которые столкнутся с этим в школах. Я думаю, отношение ваше к этому понятно. Что вы думаете? Что это такое? И насколько это опасно? Конечно же, это опасно, потому что когда появляется новое издание краткого курса ВКПБ, это попытка тотального промывания мозгов всей стране. А по сути дела, ведь заявка делается на то, что создать краткий курс истории ВКПБ по версии 2.0. Да, я думаю, что пода удачные сравнения. Соответственно, нет, понятно, что мы об этом сегодня говорили, желающие могут посмотреть. в некотором смысле это широкий подарок Путина верноподданнически настроенному Мединскому, который его верой и правдой обслуживал на протяжении многих лет именно по вот этой исторической линии, по исторической теме. Но, в принципе, конечно же, это инструмент, я думаю, что Путин об этом может быть, задумывается, может быть, не задумывается, даже не важно, задумывается или нет. рано или поздно поймет, даже если он раньше об этом не думал, какой классный у меня инструмент появился для того, чтобы вот манкуртов производить, которые будут потом идти в стройными рядами участвовать в специальной военной операции. Прямо конвейер со школы на фронт. Да, это ведь безусловно опасно. С незатуманенным взором, с промытыми мозгами. Это страшная штука. Не могу с вами согласиться, Евгений Алексеевич. Хочу сказать нашим зрителям, что это тем более заставляет нас делать максимально то, что от нас зависит, чтобы как можно скорее отстранить этого фашизоидного маньяка от власти и демонтировать его режим. Потому что, ну, сами понимаете, каждый Новый год пребывания у власти будет увеличивать этот конвейер. И каждый Новый год пребывания у власти, как справедливо заметил Евгений Алексеевич, это продолжение войны, продолжение смертей, продолжение всего-то ужаса, в котором мы живем. Я прошу вас поставить лайк этой передачи, сделать репост по возможности, напишите комментарий, потому что, еще раз говорю, любое ваше действие в данном направлении, это маленький вклад в победу над путинским фашизмом, которую тем более надо приближать, потому что, как видите, они уже взялись не только за взрослое мужское население, но и за мозги детей. А это, наверное, самое страшное преступление, над которое столько способно государству. Я хотел поблагодарить вас, Евгений Алексеевич, спасибо вам большое за нашу беседу. Спасибо вам. Я напоминаю, что вы можете посмотреть первую часть нашей беседы на канале Александра Плющева в программе с Таней Фильгенгауэр. И надеюсь, что Евгений Алексеевич не последний раз нашим гостем является, потому что я с удовольствием всегда рад побеседовать с вами. Спасибо, Евгений Алексеевич. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.